В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе осмотра территории мини-завода были обнаружены 20 наземных и 6 подземных емкостей. Все они были полностью заполнены сырьем и нефтепродуктами, которые сейчас отправлены на экспертизу. Установлен и автотранспорт, на котором все это вывозилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 15 лет лишения свободы может грозить каждый из трех участниц организованной преступной группы, которые на протяжении нескольких месяцев торговали наркотиками в Самаре. Их задержали весной этого года. Уголовное дело готовит передачи в суд. Подробности далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Латвина, как себя называет эта женщина, увидев полицейских на пороге своего дома, не удивилась. Без лишних отговорок призналась. Несколько минут назад оставила в тайнике на одной из улиц поселка Зубчининовка сверток с наркотиками. В доме нет ничего запущенного. Да, я продала 10 грамм героина. По данным наркополицейских, проблемы с законом у задержанной уже были. За торговлю опасным зельем она несколько лет провела за решеткой. Выйдя на свободу в прошлом году, продолжила зарабатывать на жизнь, забывая героин. Схожая биография и у двух ее сообщниц. Несмотря на то, что все трое были лично знакомы, они использовали максимально возможные средства конспирации. Именовали себя вымышленными именами. Никогда не контактировали лично, а передавали наркотические средства только посредством тайных закладок. И денежные средства также переводились на пластиковые карты, то есть безналичный расчет существовал. Теперь каждый из них грозит до 15 лет лишения свободы. В скором времени уголовное дело будет передано в суд. Наркополицейские также устанавливают личность поставщика наркотика. В связи со вспышкой в соседней Саратовской области африканской чумы свиней, контроль качества и безопасности ввозимых на территорию Самарской области продуктов усилен. За этим следят специалисты областного управления Россельхознадзора. На трассе Самара-Волгоград работает передвижной мобильный пост, где сотрудники управления совместно с госавтоинспекцией производят досмотр автотранспорта, в котором преимущественно провозят мясо или мясную продукцию. Африканская чума свиней, по данным специалистов, не передается человеку, однако может нанести серьезный экономический ущерб свиноводческой отрасли региона. Семь человек пострадали в результате ДТП. Авария произошла на трассе М-5 недалеко от поселка Новосемейкино. По данным инспекторов ДПС, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ульяновск, не справился с управлением и машина врезалась в опору моста, после чего загорелась. С травмами госпитализировали 39-летнюю женщину. Остальным пассажирам медицинскую помощь оказали на месте. По факту ДТП проводится проверка. Чтобы подобных происшествий было как можно меньше, госавтоинспекция усиливает контроль за пассажирскими перевозками. Успеть ко времени и любым путем заработать как можно больше денег. В погоне за прибылью многие водители маршруток забывают о безопасности пассажиров. По данным ГИБДД, в Самаре с начала года по вине водителей маршрутных такси и автобусов произошло около 30 ДТП, в которых пострадали десятки человек. Основные нарушения у нас в данный момент мы смотрим, это техническое состояние автобуса, незаполнение путевой документации, непроведение предрейсового медицинского осмотра, непроведение предрейсового технического осмотра должностным лицом. Не имея путевки без медицинского осмотра, пассажиров из Самары в Ростянку вез этот мужчина. За несколько правонарушений ему придется оплатить штраф в сумме 6,5 тысяч рублей. За 8 месяцев текущего года на водителей маршрутных такси было составлено более 9 тысяч протоколов за различные нарушения. Инспекторы ДПС продолжают охоту и на нетрезвых водителей. Количество ДТП с их участием уменьшилось в разы. Руководство ГИБДД это связывает с эффективным сотрудничеством инспекторов и активистов общественного движения «Ночной патруль». Оно было создано в конце марта. Сегодня в рядах общественников почти 700 человек. С начала 2015 года с их помощью удалось привлечь к административной ответственности за езду в пьяном виде 186 водителей. Общественное движение правоохранительной направленности «Ночной патруль» развивается. Они вырабатывают уже свой стиль работы, свой опыт работы. Движения у нас активно работают и в Самаре, и в Тольятти, и в Сызрине. Скорее всего, в ближайшее время я слышал о намерениях, в общем-то, ряда активистов подобные движения организовать на территории города Новокуйбышска. Преступники задержаны, заложники освобождены. На несколько часов Самарский театр оперы и балета превратился в место для творчества сотрудников областного управления ФСБ, полицейских и спасателей. Там прошли плановые учения по задержанию условных террористов. По легенде учений, несколько вооруженных людей в масках ворвались в здание театра, взяли заложников и выдвинули определенные требования. Учения проходили в обстановке, максимально приближенной к реальной. В итоге с поставленной задачей силовики справились. Тактика специальной учения с участием всех экстренных служб на территории региона продолжится. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok